Подводим итоги матча из Жорен-Форума СВПГ ветеранов. Победа парней с ветеранов со счетом 6-5. И в нашей послематчевой студии Даниил Торопов и Максим Суслов. Максим с победой. Да, зачем все-таки с твоего оппонента. Даня, вторую игру подряд. Приезжайте в меньшинстве. Если с ополчением, да, в прошлые выходные это не сказалось, потому что и соперник был в меньшинстве, и сам ниже классом, то сегодня не удалось, да, всемиром одержать победу. Почему такие сборы? Потому что уже окончание сезона задачи решили. Да я думаю, что в принципе, даже если кто смотрел игру, наверное, по игре, то мы мало в чем уступали команде соперника. Я считаю, что даже то, что мы минус один начали играть и отыграли всю игру, у нас концентрация была, наверное, побольше, чем в других играх. И я могу сказать, что такой форс-мажор, что все вратари сломались, два накануне. И в итоге получилось так, что мы сегодня и с полевым выступали. Но я думаю, даже там Рома ничуть не хуже сыграл ни одного из вратарей. И мы абсолютно спокойно даже сегодня могли побороться на протяжении двух матчей. Ну, прошлая играла, наверное, за скобками. А в этом матче мы абсолютно спокойно, я думаю, смогли навязать сопернику борьбу, хотя они так довольно-таки комфортно играли с преимуществом. Но я думаю, по такому футболу абсолютно спокойно. Две-три атаки, счет уже может быть совсем другой. Другие эмоции. Ну, не хватило нам в последнем моменте немножко везения. И в итоге проиграли минус один. Алексей Никонов жалуется, что сейчас тяжелый кариндаль у Ижоры. Приходится по две игры за выходные играть. И чемпионат, и кубок. Как ты считаешь, это отражается на сборы? Ну, на сборах, наверное, это отражается. Потому что это уже факт, и мы с этим столкнулись. Но я вижу, что были моменты, когда мы пропускали. И, конечно, чтобы не было какого-то рваного ритма, наверное, сыграть эти матчи тогда, допустим, на кубок или какие-то другие, которые сейчас приходится нам доигрывать. Вот. А так, в принципе, ну, когда играешь, всегда ты в тонусе. И, я думаю, всем футболистам только на пользу. Максим, вы когда увидели, что Ижора в меньшинстве, как к этому отнеслись? Ждал я этого вопроса, Дим. Ну, во-первых, сегодня играли днем, да. Погода достаточно жаркая. Тепло было очень. И увидели, что соперник в меньшинстве. И, если можно так выразиться, решили сыграть в полноги с абсолютным комфортом, потратя минимум для этого сил. Во втором тайме соперник начал нам уже навязывать немножко свой футбол, да. Вот. Но мы от своего стиля игры не отошли. И все равно продолжали гнуть свою линию, стараться играть с комфортом. Вот. В принципе, у нас получилось дотянуть до конца матча, да, удержать победный счет. Как бы я рад. В принципе, доволен, что мы обыграли лидера чемпионата. Пусть даже они были в меньшинстве. Ну, Ижура, я не буду спрашивать итоги сезона. Я думаю, этот чемпион, они всем довольны. Давай подведем итоги для ОПГ ветеранов. Какая у нас получается? Шестая строчка? Ну, итоги неутешительные, да. Хотелось бы, конечно, забраться выше, а именно конкретно в четверку, да. Хотелось там побороться, может быть, как-то за Суперлигу, за возвращение туда. Вот. И я уже не раз повторялся, что очень хочется туда попасть. Уровень на порядок выше, на класс сильнее команды. Очень хочется туда попасть. И я надеюсь, что в следующем сезоне нам удастся это сделать. Ну, в этом, можно сказать, так притерлись, вошли сейчас. Будем привыкать и стараться выходить в Суперлигу. Ну, наверное, виной вот такого места вот эта серия, да, во втором круге, черная сеть, там сколько было поражений подряд, там 4 или даже 5. Из-за этого не смогли до конца бороться за Пьедестал. Ну, безусловно, да, конечно, там было 5 матчей в чемпионате. И еще до этого, по-моему, 2 или 3 мы в зимнем турнире проиграли. То есть там вообще была супер неутешительная серия. 5 матчей во втором круге и один матч с Ижорой, последний тур первого круга тоже мы проиграли. То есть 6, плюс еще зимний матч. Ну, в общем, короче, мы там проигрывали целую кучу. Футбола как такового не было. Вот, сейчас хоть что-то просматривается плюс-минус, но все равно с трудом пока. Вот, надеюсь на лучшее в следующем сезоне. По следующему сезону ждать ли каких-то изменений, там, не знаю, в составе, может, вам? В последних играх, мне казалось, вам не очень скамейки хватает, не так много запасных бы ездил. Ну, слушай, это, наверное, связано с тем, что сейчас летний сезон, да, там, отпуска и так далее, там подобное. Люди все отдыхают, как бы. Вот, плюс уже конец чемпионата. В прошлом туре мы уже узнали, что в четверку мы никак не попадем, даже теоретические шансы потеряли. В принципе, вот, поэтому сбор такой. Я уверен, к началу чемпионата все наладится и будет приезжать там, как обычно, там по 15 или по 12 человек. Сколько там было у нас? По два состава приезжало всегда. Вот, ну, плюс там травмы, не хочу жаловаться, в общем, просто будем надеяться на лучшее, и все. Даня, тебе заключительный вопрос. Стали чемпионами, еще раз поздравляю, вышли в Суперлигу. Какие ожидания, будет ли какое-то пополнение, усиление под этот турнир? Ну, я думаю, что в любом случае турнир достаточно долгий, даже премьер-лига показала, что, конечно, тут некоторые команды, проведя первый круг, достаточно неплохо, потом просто отваливаются и во втором круге, там, со сбором проблемы и результаты, конечно, печальные. Я думаю, что, конечно, это будет новый вызов для нас, в любом случае мы будем так же и тактически, наверное, как-то по-другому настраиваться, потому что то, что мы в премьер-лиге сезон провели, ну, я думаю, что заявным преимуществом практически во всех матчах мы были всегда на мяче, мы доминировали и в редких, наверное, вот сегодня матч, который исключение, когда мы, возможно, отдали инициативу сопернику, поэтому на новом уровне, я думаю, в любом случае у нас будут и усиления, и мы будем собираться более ответственно, поэтому в будущем году для всех это будет новый вызов, и у нас много там техничных игроков и мини-футболистов много, я думаю, будет интересно проявить себя на этом уровне. Спасибо за ответы, удачи в дальнейшем.